Здравствуйте! Сегодня я расскажу вам о романе Фёдора Достоевского «Братья Карамазовы». Это последний мой роман, как вы знаете, самый известный в мире роман русской литературы после Анны Карени. Этот роман, в котором много преступлений и наказаний, много лишнего. Описание преступления, какие-то несостыковки, когда Митя ищет деньги, потом оказывается, что они у него есть в ладонке, зачем же он их искал, как он их откладывал, потом какие-то малейшие, нелогичные совершенно действия, бессмысленные какие-то ситуации, которые Достоевский пытается вести вместе, выстроить не единую какую-то полудетективную историю отца убийства, преступления, потом обвинения, несоправедливые обвинения в этом отца убийстве, потом все остальное. И все это, конечно, настолько шито белыми нитками, что просто поражает. Последний роман Достоевского написан, может быть, гораздо хуже, чем другие его романы. Ну, может быть, лучше бесов, разве что. Но при этом это роман, в котором возникает причинение, в котором возникает ощущение какой-то глубины, такой глубины, которую понять порой нереально. У меня это ощущение возникло при чтении трех, по крайней мере, отрывков, трех эпизодов. Это «Получение старца Симы», это «Легенда о великом инквизиторе», и это разговор Иоанна Ивана Федоровича с Сатаной. Все это настолько глубоко кажется, когда это читаешь, что не понимаешь, часто не можешь понять, к чему он клонит. Понятно, что семья Карамазовых – это сама Россия. Это вся Россия. И что персонажи, вся эта семья, все эти братья, и сам Федор Павлович – это грани одной личности. Все это происходит внутри личности одной. Это личность России. То есть Достоевский всегда писал так называемый внутренний реализм. То есть его персонажи – это грани одной личности. И в каждом из нас есть и Алеша Карамазов, и Иван Карамазов, и Дмитрий Карамазов, и Федор Карамазов, и Смердяков. Все это есть в каждом. Но при этом мы не хотим это в себе узнать, это увидеть. Достоевский был писателем, который смог отпружинить от пропасти, от бездны. Он смог описать грязь, мерзость, греха, но при этом оттолкнуться и прыгнуть вверх, и зацепиться за облака, за небо. Он смог показать, что, особенно в этом романе, что спасение не только в вере в Бога, не только в стремлении к Богу, не только в стремлении сблизиться с Ним, но и в церковь, но и в стремлении жить вместе с церковью, жить вместе с истиной. Жить вместе с телом Христова. В этом романе церковного по Достоевскому, церковное его мировоззрение, оно наиболее очевидно. Всю свою жизнь он как-то проигрывал деньги, в страстях проводил время, страдал, мучился. До каторги вообще он был неверующим человеком практически. Все это поражает, особенно чувствуя, что в последнем романе все это становится на свои места, и приобретает вид какой-то законченной гармонии. В братьях Карамазовых мы видим судьбу России. Судьбу России, которая пошла на убийство, на убийство царя, на убийство уничтожения целых классов. Потому что что такое гражданская война, если не брат-убийство, если нет убийства? Что такое история 20 века в России, если не Каинская история? Конечно, история Каина и Авеля в этом романе – это некий прототип, это некий просюжет, некий библейский мотив в этом романе особенно очевидный. Дело даже не в том, что Алеша – это Авель, которого он так и не был убит. А Иван – это Каин, потому что даже в Иване и Каине буквы просто переставить, получится в общем-то почти что одно и то же. Иван Карамазов, духовный вдохновитель убийства отца. Самый страшный персонаж. И, конечно, читается этот роман во многом из-за него. Один из самых глубоких персонажей Достоевского, один из самых страшных. «С таким адом в груди и голове, как же можно жить?» – говорит ему Алеша. Алеша не такой картонный, как может показаться поначалу. Это персонаж, как пишет Достоевский ранее, «человеколюбец». Он приходит к отцу, к братьям, все это выслушивает, все это терпит. Зачем он к ним ходит? Зачем он все это выслушивает? Зачем он слушает про пьяные и бредни отца? Зачем он слушает исповедь поразительного своего брата, который рассказывает ему о великом инквизиторе? Зачем все это слушать? Зачем все это выдерживать? Зачем? Кто его заставляет? Никто его не заставляет. Просто понимаешь, что без семьи он никто. Когда Зосима ему говорит, что ему еще надо вернуться в мир, ему еще надо вернуться и пожить в миру, какое-то время жениться и так далее, и только потом вернуться в монастырь. Это во многом объяснение того, почему многие неофиты становятся, часто бегут в монастыри, потому что жизнь для них страшна, и они понимают, как можно подсвоить Христу в миру. А ведь это можно сделать. Не обязательно уходить в монастырь. Чтобы уходить в монастырь, надо очень сильно любить Бога. Надо очень сильно понимать, очень хорошо понимать, что жизнь в монастыре, молитвенная жизнь в монастыре, это служение, это борьба, постоянная борьба с дьяволом в своей душе. А Леша пока этого не понимает. Он пока еще только знает, только чувствует, как открывается ему вся эта бездна Карамазовщины, вся эта бездна его родства, потому что ему снятся демоны, он говорит об этом дочери господи Хохлаковой. Сама тоже вот эта дочь, совершенно поразительный персонаж. И Хохлакова сама тоже какой-то ненужный совершенно образ, лишние какие-то темонологии бесконечные. Зачем это все нужно? Конечно, он достаточно писал впрок. Он многие сюжеты не развивал, он многие истории постепенно не раскручивал. Все это ставлялось в каком-то зародышном состоянии, в романе. Что-то развивалось, что-то ставилось в зародышном виде. Роман сложный, как лоскутное одеяло. Он сшит из кусков. В нем нет целостности. Это не Толстой. Это не Анна Каренина. Но «Братья Карамазовы» — это роман о том, что человеческая жизнь — это такая же собранность из осколков. Каждый человек — это мозаика. Нет целостности в нас. Христос восстанавливает нас каждый раз, как мы приходим к Нему, как мы к Нему обращаемся. Но при этом мы постоянно потом в своих грехах дробим себя, разрушаем, становимся опять мозаичными, как и Ветхий Адам. И вот эта ветхость у нас, вот эта грешность, вот это стремление к козлу, вот эта предрасположенность к козлу, это она из главных тем Настаевского. Почему человеческую природу так тянет к козлу? Почему она так обращена на дно, так ее тянет в ад? Вот, казалось бы, вот у Хуана Карла Санетти, у губайского писателя, есть такое название его сборника рассказов «Манящая бездна ада». Что может манить в аду? Что может в нем привлекать? Казалось бы, это настолько ведь ужасно, если это понять. Когда помните, Федор Павлович говорит Алеше о том, что вот ключи в аду там, а ему Алеша спокойно говорит, нет никаких ключев. Ад в душе – это состояние души, с которым человек умирает. И он остается в этом состоянии, если он не покаялся в своих грехах, не очистил его Бог от них. И вот Федор Павлович умирает в пьяном угаре, в аду в своем. С этим адом остается. С адом в груди и голове остается Иван Федорович тоже, беседуя с сатаной, который встречается ему. Он докатился до того, что уже сошел с ума окончательно. Это то, к чему привели его рассуждения, его теории, его размышления. Ведь поначалу его тянуло к церкви. Он писал что-то о будущем церкви, о Царстве Божьем на земле. Он сочнил легенду о великом инквизиторе, которую, как говорила Леша, за Христа, а не против Христа. Очень глубокая тоже легенда о свободе человека, которая оказалась пророческой в России в 20 веке. Так вот, этот Иван Федорович сходит с ума, также с адематом остается. Дмитрий Карамазов, который идет на каторгу уже, как сказать, игрушник, идет за ним, как ведь жена декабриста. Эх, эта каторга изменит, как изменил Достоевского. Она изменит их к лучшему. И Дмитрий на это надеется, что он невиновный, порой через каторгу изменится, его очистит страдания. Алеша вернется в мир, как в следующем своем произведении, в продолжении романа. Братья Карамазова хотел сказать Достоевский, Алеша станет террористом, будет казнен. То есть, вот эта русская судьба, Алеша, челеколюбция, которая потом становится террористом, говорит о том, что Достоевский никогда не пытал иллюзий по отношению к чьейской природе. Даже инок, русский инок, помните, называется одна из частей этого романа. Даже русский инок может шагнуть на противоположный край и может оказаться в любой момент отступником от Христа. Пока мы живы, пока еще мы до гробовой доски не дошли, искушения могут нас не звернуть в такую бездну, что мы потом будем вспоминать, как же так, ведь я был так близок к Богу, так был близок к Христу, что же мне произошло? Человек, это постоянное изменение, это постоянная трансформация, в нем нет ничего постоянного, в этом его трагедия. Это природа человека в этом состоит, а Бог постоянен, поэтому нас так к нему тянет. Нам хочется постоянства в добре, нам хочется неизменности в добре, но нам внутри этого не получается сделать. Только мы отходим от Бога, хоть на нем много, мы сразу падаем в грязь, падаем в грех. Об этом Роман Бартик и Ромасов. Он о том, что судьба России, это судьба, когда человек, когда страна отпадает от церкви, отпадает от Христа, уходит в какие-то дебри идеологий, в дебри построения Царства Божьего на земле, в дебри социализма, социализма или капитализма или каких-то еще социальных экспериментов или чего-то там другого, то всегда она остается одна на один своими грехами. Тогда уже наступает другая ситуация одержимости страны бесами. А это уже другой Роман Достоевского, о котором я расскажу вам в следующий раз. До свидания.